Привет всем! Вы на канале ТОПАРМИ. В ВВС США используют для поражения цели различные дорогостоящие высокоточные боеприпасы класса воздух-поверхность. Одним из самых дешевых является планирующая авиабомба ГБУ-39 с дальностью до 110 километров, стоимостью 70 тысяч долларов. А цена ракет еще выше, но у россиян имеется новый и очень бюджетный ПБК-500У дрель за 15 тысяч баксов, который можно использовать массово. И вот американские журналисты в The National Interest позавидовали нашей бомбе. Эксперты уверены, что нет никакого экономического смысла уничтожать внедорожник, бронеавтомобиль или танк дорогим боеприпасом. Тот же конечный результат можно получить за гораздо меньшие деньги при сохранении боевой эффективности. Россиянам удалось отыскать оптимальное решение для применения боеприпасов в конфликтах небольшой интенсивности. Дрель – это высокоточная авиабомба, которая предназначена для уничтожения всех видов бронетехники, РЛС, средств ПВО и других целей. Дальность ее полета составляет 30 километров, наводится по ГЛОНАСС, обладает защитой от средств РЭП и весит 540 килограмм. Данный боеприпас имеет 15 самоуправляющихся боевых элементов, каждый весом в 15 килограмм. На конечном участке траектории полета они отделяются и спускаются на парашютах. Причем дрель может поражать не только стационарные цели, но и находящиеся в движении. Россияне хотели принять дрель на вооружение до конца 2019 года, но отправили пробную партию боеприпасов в Сирию для проведения испытания в реальных боевых условиях. Поэтому принятие на вооружение и затянулось, но зато была доказана эффективность данного боеприпаса. Основным носителем новинки должны стать истребители Су-57, но и самое главное, ими можно вооружить бомбардировщики Ту-22М3, Су-24М и Су-34. Эксперты также обратили внимание, что разрушений от российской кассетной бомбы будет больше, чем от неразделяющего боеприпаса. При этом американцы для устранения Бармалея в городах применяют ракеты-открывашки без боевой части. Они вращающимися лезвиями, вскрывают транспортные средства и уничтожают боевиков, находящихся внутри, подытожило издание. А на этом все, вы были на канале ТопАрмия, делитесь своим мнением в комментариях под видео. Ну а я с вами прощаюсь, всем пока!